Мало посадить деревья, за ними нужен уход и полив. Как этот процесс налажен в областном центре? Подробности в нашем следующем материале. Для полива зеленых насаждений Паладар поделен на три участка. Отдельно на Зарбаев-Дангала, а также восточной и западной части, которые обслуживают три подрядные организации. На полив, уход за деревьями и кустарниками выделено 641 миллион тенге. Задействовано 12 поливальных машин, водовозок. В этом году изменилась и практика полива, на которую уйдет 54 тысячи кубометров воды. На сегодняшний день, по сравнению с прошлым годом, полив у нас увеличен в разы. Если прошлый год рассчитывался на два месяца, и в месяц два раза только поливались насаждения, то на текущий год у нас неделю два раза полив осуществляется в течение пяти месяцев. Всего из проведенных работ по инвентаризации 97 тысяч деревьев, на сегодняшний день поливу подлежат 12 тысяч, это те деревья до 7 лет, которые еще необходимо поливать. Поливать будут насаждения не старше 7 лет. В сквере миротворцев, где проводилась съемка, есть и трубопроводная система полива, которая пока не работает. По цикальным местам есть, непосредственно в этом парке миротворцев система работает, но она будет запущена чуть позже. Когда здесь технические моменты есть, находятся на балансе КВУ коммунсервиса, то есть эти работы будут выполнены в июне месяце. Но это не отразится на графику, все равно будут водовозки разряжаться, если включить вот эту систему? Нет, если включить систему, то график не отразится никак, это водовозы будут распределены в другие участки. По словам Аслана Калиакбарова, будет продолжена и посадка новых деревьев. Из 20 тысяч запланированных уже высажено полторы тысячи. Большую часть саженцев высадят в районе Спортсити. А поливные работы в Павлодаре будут вестись до 1 октября. Мурат Белмажит, Аман Баимбет, Иртас Акпарат.